ну что за два дня до отъезда мы отвезли детей опять к родителям чтобы хоть как-то собраться упаковать подарки потому что эрик уже в сад не ходит а вот это все мне нужно с этим что-то сделать и убрать в чемоданы при детях же это не сделаешь тем более дома они не спят поэтому я все в ночнушке а вечером встречаемся с девчонками как все успеть доехать на новый год в какое-то место где будут дети подарки это сложнее у нас не было такого опыта у нас просто вот две две больших сумки подарков только все вот чемодан рюкзачки и не знаю как бы все не забыть ну что котята мы собираемся в брест не выезжаем завтра в 4 5 утра как обычно и покажу немножко снова покажу что и беру в дорогу но у нас этот раз меняется одно условие мы едем зимой зимой мы так далеко по моему никогда не ездили и это немножко будет сложно и мы не знаем пропустят нас на границе беларуси или нет в общем у нас поездка квест я сварила детям рыбный суп завтра я его еще раз подогрею на максималке и перельем контейнер очки с нами опять едет наш термос у нас их два поэтому где-то мы возьмем каши и вот в этих контейнер очки с найду 2 возьмем супчик берем сумку холодильник здесь у нас едет молоко детям печеньки морковные чипсы сушки тарали пюрешки печенье что там еще влажные салфетки обязательно в общем классика время 7 утра мы выехали наши котята уже со своими сюрпризами мы только в машине дали мать и рюкзаки вот чувствую что они уснут не скоро а это что а почему подключилась форсунка и вот лишь приборов подописка припадется чтобы выводить дорогу потом не все видно а шей Бородатый Дед Мороз привез нам подарки. Мы на Новый год откроем подарки и обязательно вам покажем, что там будет. Поступающий. Время 7 утра, чтобы понимать. На улице холодно, никто не хочет выходить, чтобы Эмми покакала на наших сиденьях, поэтому накакает тут, разбудила брата. Мы полетаем. Дети кашек захотели. Вот лучше ехать за рулем. Ты сидишь, тебя вообще никто не трогает. Ты просто крутишь баранку. А я тут как мавпа уже вся испрыгала и все лохматые. Любите быть родителем. Иди сидите дома. Пока-пока. Привет-привет. Слушайте, этот столик, это реально находка. Дети могут сами сидеть и есть. И не надо делать остановку. Кайф. Вам удобно с этими столиками? Сейчас звонит рабочий телефон. Ты хочешь спать? Нам ехать в 8 с половиной часа. Эмми все не нравится, а мы хочем спать. Все, молчай. Мама, нам уже долго ехать? 8 часов 20 минут. Здрасте. Столько много. Согласен. Немало. Эмми, тебе нормально едется? Развлекаемся как можем. Ну, давай, загадывай загадку. Это такое предмета маленький. Я не искай. Эмми загадывает загадку. Это такое предмета маленький. Миша называет Эмми маленьким узбеченком, потому что она сейчас учится строить предложения, не всегда правильно склоняет слова. И получается очень забавно. Продолжение следует... Сейчас, Эрик, подожди, мне надо рассчитать, дотянем мы до границы на остатке топлива, чтобы перед самой границей заполнить полный бак, потому что в России топливо дешевле. До границы осталось где-то 4 часа, и мы на самом деле едем в полную неизвестность. Сегодня мы прочитали на форумах, на белорусских форумах, что не впускают на границы граждан Беларуси, которые закончили работать в Москве и хотят вернуться на родину, ну, домой, на Новый год. Их не пускают. А мы? Мы россияне на россиянских номерах. Правда, кстати, у нас же брянские номера, и мы надеемся на то, что, хотя какая-то сомнительная надежда, но мы все равно надеемся, что, может быть, брянские пропустят. Вот, и поэтому мы в предвкушении, где мы будем встречать Новый год. Не, не снимись. Сниму. Вот твой бардак в стуле. Пошла мама пописать, что вообще тут в салоне произошло? А? давайте взрыв убирай все в рюкзачок давай давай ими не на полу ты чё сейчас спросила на бипи у женщину кассиры как сейчас на границе она говорит мы не знаем там дорога разделенная и сюда те кто даже если их не пустили они сюда не возвращаются чтобы сказать там пустили их или нет поэтому нас ничего не обнадежило зато дети веселых все проезжаем красную горку контрольно-пропускной пункт надеюсь что у нас все получится лучше не снимать лишний раз лучше да не ну можно так как бы беспалево а ну кстати небольшая очередь вон уже вон кпп но это российская граница не видно кстати не видно разворачиваются машины машина выездить дороге а вот кого-то развернули он развернули не пустили кастрюка блин Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Блин, я так нервничаю, капец Всех отправляют сюда В общем, там стоит много машин Машин 20, наверное, вон туда, если посмотреть А вон в ту белую кабинку Мишка пошел Вот тоже, ребята Привет, папа, привет, мама, я вас так люблю Привет, мама, привет, баба, я вас так люблю Какая классная песня, спасибо, сын Прием Я сейчас вам приду, мои любимые люди Эм, прикинь на куру Нет, прикинь на куру до этого Чтобы через этот ручейок И куда она свалится? Прям туда Класс, я не буду поднимать Эм, давай, кидай, вот так вот Миша, нет, уже полчаса Хорошо, дети себя спокойно ведут Ну, чем чокнут? Что ты улыбаешься? Иди туда Я? Да Зачем? Иди туда, в первую окошко И что? И будешь рассказывать, на каком основании ты едешь в город, в страну Белоруссию На, серьезно, серьезно, одевайся, иди Ну, ты можешь что-то поподробнее рассказать? Ну, надо забрать тебе паспорт свой У тебя твой паспорт там лежит, вон мне отдали, твой там лежит И подтвердить твое, ну, то, что твой паспорт принадлежит тебе Потому что лицо у тебя похоже на паспорт, который Ты не шутишь? Серьезно, иди, да, туда Не страшно там? Там не пьют Ну, только, видишь, кровь из-под ногтей идет Не нужно какую-то легенду рассказывать или нет? Не надо ничего тебе Первое окошко Я уже все сделал, да Блин, я просто... Прости, попросили меня подпричи, чтобы я подтвердила свой паспорт И номер телефона спросили, и все И, блин, помог, проезжаю Сейчас я у Миши уточню Мы стоим в очереди Где-то какой-то главный таможенник У нас там, пятига народу И такой говорит И что это, блин, россияне все 30-го числа лишь решили на лечение ехать? Где же вы так заболеть-то успели? Все, я пришел в таможню Я не спросил, зачем вы едете в Беларусь Основание у вас приезда в Беларуси Я все рассказал ему, что вот такая история У вас есть правка, мы не на лечении Сейчас, сынок Ну, там помучил, типа, что вы там, куда, зачем, кто и почему И говорит, пошел И все, езжайте Ну, кстати, мужик нормальный Я на него посмотрела Крутой Рядом который был, он прям такой Жестил? Прям хвостом грибы людей Въезд в Беларусь Всего есть два основания Которые можно въехать Это посещение близких родственников Брат, самый ближайший, ну, ближайший родственник Ну, прямой брат Родители, брат, бабушка, дедушка Бабушка, дедушка вроде бы не прокатывает И лечение Самоторно-курортная карта еще Ну да, лечение То есть больше вариантов третьих Вариантов в принципе нет И все вот эти люди делают на лечение А выглядят они так, как будто, блин, уже два года пьют Так вот, лечиться едут А сейчас будем покупать зеленую карту Потому что мы не знали, пропустить нас или нет И, ну, мы не хотели так рисковать И покупать А здесь мы проехали российскую границу Тут стоят будочки И до Беларуси можно купить зеленую карту Правда, она чуть подороже, да, будет стоить? Алимениточка А копья сыночка А тебе что, открыть? У нас вот целый сундук со сказками В дорогу И суп еще есть Суп Рыбный вкусный суп Да А Эмми любит Я буду Открыть только стачало Пожжи Я устаю Ура! Я одна рада И на выезд вот сюда никто не выезжает А почему? А мы как поедем? Мы уже едем 3 минуты И на выезд ни одной машины нет Может, ты где-то раньше заворачиваешь? Лёва, ёлочек из земли Посмотрим Пусть плохо видно Но мы вот в такой Беларуси Впервые зимой Здесь просто белоснежные дали Обычно-то мы ездим Собирают урожай Или колосит столько все А тут прям белым-бело Просто волшебно Ага Станя чудес Да Еще чуть-чуть Остался час всего до дома Где мы будем жить До друзей Но Эмми очень хочет кушать Дети захотели в туалет Нам нужно было заправиться Поэтому мы остановились на заправке Вот сейчас подогрели суп И кормлю В Беларуси дождь Все, норм Ребята освоили Так, что ты тащил? Что ты тащил? Так, няня Отлично Маш, вина? Что? Вина? Ты уже ничего дожди У нас обмен подарками Мальчики тоже обменялись там подарками У Эрика Это кто? Это Донателло А вот это кто? Игра Это Донателло Это очень классная игра Мама сказала, что ты любишь головоломки А Эми подарили вот такой микрофон Ух ты, настоящий микрофон Будешь петь в него? Как работает? Надо разобраться Какой красивый Страшно тебе? Спайдермен А кто хотел стрелялку спайдермена? Лёва, аккуратно, паук Ты смела? Так пауком, что... Да, такие большие прям Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok